Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши очередной сеанс правительственной связи. Сегодня у нас в студии министр экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики Дмитрий Краснов. Дмитрий Иванович, добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Дмитрий Иванович, два года назад, ровно два года назад, был принят закон Российской Федерации о социальном предпринимательстве. Очень хотелось бы поговорить о том, что сделано за эти два года у нас в республике, что такое социальное предпринимательство, на какие преференции могут рассчитывать носители этого статуса и каковы ожидания у самих предпринимателей и у правительства республики. Чуваши зарегистрированы первые 28 социальных предприятий. Какие предприятия могут называться социальными? Вообще, социальное предпринимательство, ну, наверное, это про смыслы. Зачем? Социальное предпринимательство является у нас одним из перспективных и приоритетных направлений развития малого и среднего бизнеса. Предприятие у нас называется социальным в том случае, если его деятельность находится в сфере социального предпринимательства. Что это значит? Это значит, что предприятие функционирует для достижения общественно полезных целей и может решать социальные проблемы граждан и самого общества. Есть четыре категории организаций, которые подпадают под этот критерий. Первая группа. Мы смотрим, это те предприятия, где больше 50% занятых являются, как мы их называем, социально уязвимой категорией граждан. Это могут быть лица с ограниченными возможностями, лица, которые были осуждены и освободились с мест лишения свободы. Это могут быть и выпускники детских домов, многодетные родители. В трудную жизненную ситуацию, например, многодетные малые мужчины. Но именно те, кому нужна социальная поддержка, значит, этот круг, он определен. Это вот именно они. То есть это первая группа, это предприятие, обеспечивающее занятых социально уязвимых категорий. Это первая группа, да. Занятость. Вторая группа. Если предприятие реализует услуги либо товары для этой группы категории граждан. Для социально уязвимых. Да, для социально уязвимых. Третья группа. Это если само предприятие производит товары для этой группы лиц. И четвертое. Это предприятия, которые уже направляют свою деятельность на достижение общественно значимых целей. Ну, ведут, так скажем, деятельность, которая позволяет решить социальные проблемы общества. Дмитрий Иванович, а есть ли какие-то ограничения у предприятий малого и среднего бизнеса для того, чтобы получить статус социального? Почему, к примеру, завод не может называться социальным предприятием, если он производит товары и обеспечивает занятость социально уязвимых слоев? Прежде всего, ограничения, связанные с условиями и направлениями деятельности предприятия. Вот, как я уже сказал, все эти направления деятельности предприятия, они четко прописаны в федеральном законе. Вот как раз четыре категории предприятий. Соответственно, если завод или предприятие занимается одним из видов деятельности, которые подпадают под эти категории, то, безусловно, оно может называться таковым. Есть четкие определенные критерии и по объему выручки от товаров-услуг, которые направлены на реализацию товаров для этой категории граждан, либо по численности населения. Поэтому, если завод предприятия удовлетворяет одному из четырех критериев, он автоматически при условии подачи заявки на рассмотрение может считаться таковым. Единственное, он должен быть в реестре социально значимых предприятий и быть субъектом малого и среднего предпринимательства. А каковы условия внесения в этот реестр? Условия, соответственно, раз в год подаются соответствующие документы для того, чтобы рассмотреть предприятие на предмет отнесения его к такой категории. Проводится комиссия, отбор. И если предприятие удовлетворяет всем тем требованиям этих критериев, то, соответственно, мы включаем его в список социальных предприятий. И дальше мы уже накладываем на него все те возможности, которые предусмотрены законом. На какую поддержку могут, на какие преференции могут рассчитывать социальные предприятия? То есть, что дает этот статус? Прежде всего, мы поощряем и стимулируем такой вид деятельности. В частности, любой субъект малого и среднего предпринимательства, который относится к этой категории, он может получить на более выгодных условиях все меры поддержки в центре мой бизнес. Это и снижение ставки по льготным займам, это и возможность пользоваться поддержкой гарантийного фонда в случае, если потребуется предоставление кредитных ресурсов. Ну и в этом году мы впервые вводим такую меру поддержки, как грант, предусмотренный в бюджете Чувашской республики средства. Они будут разыграны, эти средства, этот грант будет разыгран в начале осени. И в случае проекта, в случае заявки на этот грант, социальный предприниматель может рассчитывать на финансирование 50% стоимости проекта, которым он занимается. Но не более 500 тысяч рублей. Соответственно, если у предпринимателя есть такая инициатива, до миллиона рублей должна быть эта инициатива. Соответственно, до 500 тысяч рублей государство, республика готово возместить затраты на этот проект. Ну вот, готовясь к программе, мы побывали на двух предприятиях. Причем сознательно выбрали одно предприятие из первой группы. Это те, кто обеспечивает занятость социально уязвимых категории граждан. И второе из более многочисленной, из четвертой, которые обеспечивают, вернее, чья деятельность направлена на достижение общественно полезных целей. В частности, вот туда входят все-таки образовательные услуги, медицинские услуги, деятельность в области спорта, организации досуга. Вот давайте посмотрим, что мы узнали и услышали, и поговорим дальше о том, на какую поддержку все-таки рассчитывают предприниматели. Хорошо, давайте. Учебно-производственное предприятие «Энергия» – одно из трех социальных предприятий, обеспечивающих занятость социально уязвимых граждан. 54% работников – инвалиды по зрению и общим заболеваниям. Выпускают здесь шнуры различных марок, электрозажигалки, выполняют работы по сборке изделий, штамповке и литью из пластика. Создано предприятие без малого 60 лет назад. С тех пор осталось еще даже некоторое оборудование. Кое-что из техники удалось купить при поддержке Всероссийского общества слепых. Но для того, чтобы вывести предприятие на новый уровень, увеличить объемы производства, этого явно недостаточно. Я бы хотел, например, получить не просто кредиты на развитие производства, а, во-первых, кредитные линии, растянутые по времени и с льготными процентами, удобными для производства. Ну, грубо говоря, чтобы была возможность получения денежных средств на приобретение нового оборудования, на расширение производства с последующей отдачей процентов и так далее. Ведь, чтобы сейчас приобрести необходимое мне оборудование, я вынужден где-то искать, где-то брать денег на них, покупать. И потом, может быть, либо с республиканского уровня, а скорее с федерального, я могу попросить денег, которые затратил на покупку этого оборудования. Как таковой кредит для предприятия, он не выгоден. У нас нет таких оборотных средств. С новых проектов не сразу получишь выручку. Ведь у нас не добываем нефть и газ, понимаете? У нас нет сразу после реализации, через месяц, диких доходов. Такого не бывает. Соответственно, кредит, он не выгоден. Детский оздоровительный лагерь «Салют» Чувашпотребсоюза – из четвертой, самой многочисленной группы социальных предприятий. Образовательные услуги, организация детского досуга, отдыха сегодня очень востребованы. Лагерь, хотя не первая молодость, выглядит прекрасно. Корпусы отремонтированы, территория ухожена, дети в столовой от тарелок не отворачиваются. За одну смену отдыхают 175 человек, за лет около тысячи. Вожатые девушки – студентки пединститута. Юноши в основном из Чебоксарского электромеханического колледжа. С колледжем вообще очень тесные связи. Вот эти песочные планшеты для рисования изготовлены как раз там. На инвентарь вообще требуется достаточно много средств. И не только на него. Мы узнали о том, что Центр мой бизнес Уварской Республики объявил о приеме заявок от предприятий малого и среднего бизнеса на признание их социальными предприятиями. Мы решили подать заявку о включении в реестр социальных предприятий, так как наша деятельность связана с отдыхом и озариванием детей. И мы можем претендовать на государственную поддержку нашей деятельности. Мы рассчитываем на государственную поддержку в виде гранта, который объявлен в проекте постановления Кабинета Министров Чебоксарской Республики в размере 500 тысяч рублей. И будем его использовать на дополнительные улучшения условий отдыха и оздоровления в нашем лагере. Кредиты нам тоже интересные. Но как бы тут единовременная помощь в форме гранта, ну, будет, как сказать, невозвратный кредит, так скажем, и будет использоваться на развитие лагеря. Ну, такая ситуация. Все-таки не очень интересны кредиты, пусть даже на очень льготных условиях, предприниматели рассчитывают на какую-то другую форму поддержки. Насколько я помню, в законе Российской Федерации о социальном предпринимательстве предусмотрена возможность для региональных властей вводить какие-то свои формы поддержки. Мы пойдем по этому пути? Регион Чувашская Республика дополнительно впервые вводит прямую финансовую меру поддержки этих предприятий. В этом году, как я уже говорил, в начале осени будет разыгран грант. Приглашаем принять участие всех заинтересованных, все предприятия из этого списка 28. Плюс также можно подавать заявки круглогодично и войти в реестр социальных предприятий. Здесь два условия по этому гранту. Первое условие – ты должен быть в реестре. И второе условие – ты должен софинансировать затраты на этот проект в объеме не менее половины. Соответственно, мы можем на одно предприятие выдавать до 500 тысяч рублей на реализацию проекта. Также у нас в центре «Мой бизнес» создан и действует Центр инноваций социальной сферы. Его задача – это информационная поддержка полностью. То есть любое предприятие, которое задумывается о том, стать или не стать, получить этот статус, быть в этом реестре или нет, может получить полную информационную поддержку, консультацию, все расскажут, объяснят. Ну и также проводится обучение. Обучение, что немаловажно, потому что новая деятельность, новые меры поддержки. Соответственно, обучение здесь необходимо. Более 300 субъектов МСП уже прошли такое обучение. Мы планируем, что количество предприятий, которые войдут в этот реестр, оно будет только увеличиваться. – Дмитрий Иванович, а существуют какие-то другие формы, ну, может быть, не материальной поддержки, а, к примеру, для того, чтобы ваше министерство способствовало увеличению заказов на вот как раз таких социально значимых предприятиях? Я не говорю сейчас ни про образовательные услуги, ни про медицинские, ни про деятельность в области спорта. Понятно, что у них есть и клиенты, у них есть заказы, у них есть востребованность. Но предприятия из первых трех групп, они явно нуждаются в каких-то особых мерах поддержки, потому что на социалке много не заработаешь, на ней вообще сложно заработать. Им с концами свести. – Ну, смотрите, у нас буквально каждую неделю на площадке «Мой бизнес» проходит и семинары, и обучение. Мы рассказываем вообще о такой новой роли предпринимателей, как социальное предпринимательство. Безусловно, рассказываем о всех мерах поддержки. Ну и когда мы говорим о такой категории предприятий, безусловно, мы прежде всего говорим и о возможных заказах, о возможных потенциальных, так скажем, клиентах этих предприятий. Безусловно, мы направляем внимание предприятий, организаций на закупку, на то, чтобы они могли при прочих равных выбирать именно услуги, работы или товары тех предприятий, которые относятся в эти категории. У нас есть еще и законодательство в сфере конкурентной политики, поэтому в полном соответствии мы направляем те, скажем, инициативы и запросы предприятий на эту категорию организаций. Вот еще интересный вопрос. Закон был принят ровно два года назад. Мы создали первые 28 предприятий, то есть спустя два года. Почему такой большой промежуток времени все-таки? Действительно, закон был принят летом 2019 года. Порядок, кого относить к такой категории предпринимателей, был разработан в конце 2019 года Минэкономразвития России. И, соответственно, приказом был установлен срок подачи документов на признание данного предприятия социальным. И срок был 1 мая 2020 года. Мы все помним, какие события в это время у нас происходили, распространение коронавирусной инфекции. Поэтому этот период времени, соответственно, прошел, можно сказать, с паузой. Новый виток и новое развитие данного направления началось в 2021 году. Их законодатель убрал ограничения в части сроков предоставления документов. Теперь до конца этого года можно предоставлять документы, чтобы получить данный статус. Ну, по сути, эта мера у нас начинает работать по всей стране вот с 2021 года. Но будем наверстывать. То есть вы советуете предпринимателям повнимательнее отнестись к этой возможности? Ну, безусловно. И тем более, если есть уже такие предприниматели и такие предприятия, почему не воспользоваться всем тем дополнительным арсеналом в этой конкурентной борьбе за клиентов? Можно воспользоваться этой возможностью и получить дополнительные преференции. Конечно, советую. Дмитрий Иванович, я еще обратила внимание, когда, ну, просто знакомилась с этими предприятиями, у многих в качестве основной деятельности, например, указаны образовательные услуги, медицинские услуги, там, деятельность в области спорта, дополнительные услуги, там, что угодно, вплоть до строительных работ. Вот меры социальной поддержки, государственной поддержки, они будут распространяться на эти услуги тоже? Или это все-таки вот конкретно на, допустим, на оказание образовательной деятельности? В части касающихся видов услуг, которые могут оказывать эти социальные предприниматели, те виды, которые обозначены, соответственно, мы ожидаем, что именно по ним будет отсутствована эта деятельность. То есть все-таки об основных видах. Об основных видах, да. Дмитрий Иванович, разница между социальным предприятием, социальным предпринимательством и социально ответственным бизнесом? На первый взгляд, вроде бы, как попадаем, ну, примерно в одну мишень, но есть наверняка какие-то нюансы? Ну, наверное, социально ответственный бизнес – это понятие более широкое. Во-первых, это не нормативно утвержденный какой-то там термин. Это просто философия, это концепция ведения бизнеса как такового. Социальные предприниматели, ну, вот как мы уже разобрались, это вовлечение социально уязвленных категорий граждан, для которых вместе с ними, либо при помощи которых реализуется деятельность предприятия. Это вот социальные предприниматели. Все, что касается социально ответственного, ну, это, наверное, про, опять же, философию бизнеса, ради чего заниматься этим бизнесом. Не деньги ради денег, а именно про цели и участие бизнеса в социальной жизни общества, либо отдельной категории. Поэтому быть социально ответственным предпринимателем и быть социальным предпринимателем вроде бы звучат одинаково, но по логике это разное понятие. Но при этом социальный предприниматель – это уже термин, который у нас появился и в законах. А социально ответственным может быть любой предприниматель? Это образ жизни. Образ ведения бизнеса, можно сказать. Вот сегодня у бизнеса есть замечательная возможность продемонстрировать свою социальную ответственность. Да, и многие предприятия, организации уже себя показали, проявили, вот особенно в прошлом году. Это была и бесплатная раздача продуктов для нуждающихся, и оказание каких-то дополнительных услуг, опять же, на безвозмездные условия. И врачей там кормили горячим питанием, то есть, ну, очень много было всевозможных вариантов, финансировали приобретение необходимого оборудования для больницы. Но, к сожалению, были случаи, когда вынуждали наемных работников уйти в неоплачиваемый отпуск, сокращали каким-то образом выплаты, то есть не доходили меры государственной поддержки до тех, кому они были адресованы. Вот в вашем ведомстве были такие обращения? Вы знаете, официальных таких обращений, жалоб мы не фиксировали, но в ходе общения с представителями этих категорий, этих видов бизнеса, мы понимали, что мерами государственной поддержки могли пользоваться те, кто официально устраивал своих работников, те, кто работал по тем видам деятельности, которые указаны в документах, а не, значит, дополнительными видами деятельности. То есть, меры поддержки оказывались тем предприятиям, тем организациям, которые зафиксированы и утверждены именно как предприятия, оказывающие конкретный вид деятельности, и при этом сотрудники должны были быть оформлены официально в полном соответствии. Те, кто не смог получить эти поддержки, большинство из них просто неправильно оформили либо предприятия, либо своих сотрудников, поэтому остались именно без этих мер поддержки. Те, кто оформил и сотрудников, и соответствующий АКВЭД деятельности имел, они получили в полном объеме все те меры поддержки, которые были предусмотрены. В прошлом году предприятия общепита действительно попали в очень сложную ситуацию, то есть их вообще просто закрыли и лишили возможности заниматься какой-либо деятельностью. В этом году ограничения не такие жесткие, но тем не менее, мы помним вопрос нескольких последних недель, предпринимались разные попытки и у нас в республике, и в Москве, где вирус свирепствует гораздо сильнее, чем у нас. Ну вот смотрите, сейчас присоединение к ковид-чистым зонам – дело добровольное. – Да, случайно. – Да, общепит, то есть он заявляется в добровольном порядке и при этом соблюдает какие-то определенные условия. Нет речи о том, чтобы обязать людей. – Выполнение этих требований добровольно. У нас на сегодняшний день действуют ограничения, ну какие, вот полтора метра друг от друга должны на столу находиться, там не более четырех человек за одним столом. – Ну, кстати, в большинстве выполняется, насколько я успела видеть. – Надеемся, что да, значит, мобильные группы смотрят, отслеживают, но в принципе эти требования, о которых мы договорились с сообществом, соответственно, размещаем столы на расстоянии, утвержденном не менее, чем количество лиц за столом, наполняемость общего зала не более 75%, ну и из ограничений дополнительно еще с часу до шести утра. – Да, и недопущение банкетного обслуживания. Это те ограничения, которые действуют. Мы же говорим о том, что если предприятия заявляют, что они готовы выполнить все требования, чтобы считаться ковид-фризоной, соответственно, все эти ограничения снимаются. Вы можете и банкетные проводить, вы можете размещать, значит, и больше четырех людей за одним столом при условии, если выполняются эти требования. – Это добровольно. – Какие именно требования? – Ну, то есть это вакцинация, это вакцинация сотрудников, всех сотрудников и гостей. То есть, соответственно, либо с тестом ПЦР не более чем три дня, либо с отметкой, с QR-кодом вакцинации. Если выполняются требования, ограничения не действуют. Если нет, ну, будьте добры, вот те меры, которые были указаны, нужно выполнять. – Есть ли у вас какие-то формы поддержки таких предприятий, добровольцев, которые рискнули и, в общем, пошли на выполнение таких условий, прямо, скажем, не очень простых? – Не скрою, что дополнительно мы разрабатываем дополнительные меры поддержки для тех предприятий общественного питания, которые готовы инициативно получить этот статус ковид-фризон. В разной степени проработки находятся вопросы и по снижению налоговой нагрузки для тех предприятий, которые будут готовы заявиться о том, что будет входить в ковид-фризону. – Ну да, они же все-таки лишаются довольно большой части своей клиентуры, правильно? – Поэтому мы будем стимулировать, такие мысли есть. – Мы сейчас находимся на согласовании с другими министерствами, ведомствами этих мер поддержек. Соответственно, если наши предложения будут одобрены, то мы надеемся, те предприятия общепита, которые согласятся выполнять эти, согласятся инициативно переходить в такую статус ковид-фризон, мы все-таки рассчитываем на послабление с точки зрения и налогов, и дополнительных мер, которые могут способствовать их инициативе. – То есть я предполагаю, что как только такое решение будет принято и утверждено, желающих примкнуть к ковид-фризоне будет больше. – В общем, в этом есть смысл. На сегодняшний день это не только предприятиям общепита относятся, а в целом мы вводим новую меру поддержки для организаций, которые закупают оборудование, готовые возместить затраты до 10 миллионов рублей на приобретаемое оборудование. Если оно новое, закупленное в этом или в прошлом году, либо прошлогоднее оборудование, то до 10 миллионов рублей мы готовы возмещать затраты на приобретение данного оборудования, в том числе и пищевого, который может использоваться в ресторанном бизнесе, в общепите. Как раз в данный момент проходит сбор заявок. До 27 июля мы принимаем эти заявки. Далее рассматриваются довольно-таки прозрачный и понятный механизм данной меры поддержки, может быть, тоже абсолютно кстати и для предприятий общепита. – И все-таки давайте сейчас вернемся к началу нашего разговора, к социальным предприятиям. Для тех, кто пока сомневается, стоит ли получать этот статус, а для тех, кто не очень хорошо пока разобрался в этой теме, что вы можете посоветовать? Куда обратиться для получения исчерпывающей информации? Кто может оказать поддержку, кто может обеспечить, я не знаю, ну хотя бы оформление документов, правильное оформление документов? – Ну, как вот уже сказал, обратиться по всем этим вопросам можно в центр «Мой бизнес». У нас созданный центр инноваций в социальной сфере на сайте mb21.ru, либо в Министерстве экономического развития и имущественных отношений. Всю необходимую информацию любой может получить и в центре «Мой бизнес», и в Минэкономразвитии. – Расскажем, покажем, объясним, и думаю, что вопросов точно не будет. А обращаться за этим статусом, может, до конца года, годично, думаю, точно хуже не будет, если ваше предприятие окажется в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства со статусом «социальный предприниматель». Никаких дополнительных нагрузок, никаких требований не будет, ровно до тех пор, пока вы не воспользуетесь каким-то грантом со стороны государства на получение меры поддержки. До этого времени вы можете относиться, считаться социальным предпринимателем без каких-то дополнительных требований. – Ну, номинально, на полноте. – Ну, по сути, да, но, тем не менее, там уже есть, ну, не то, что номинально. Вы можете воспользоваться дополнительными возможностями, но не финансовыми мерами поддержки. Как только речь заходит о финансах, тогда уже будьте добры. – Кстати, а не финансовая поддержка какая? – Ну, вот мы говорили, это и обучение, и консультирование, ну, разъяснение всех тех, значит, так скажем, хитросплетений законодательства. – И обучение, прежде всего, это, наверное, просветительская работа, что такое социальный предприниматель и работа с предпринимателями на тему, что может быть при прочих равных взять на работу именно социально уязвимых, социально уязвимую категорию граждан, потому что в этом случае можно получить дополнительное, в том числе для бизнеса, послабление. – Ну, как раз это и просветительская работа, и конституционная, и образовательная. Вы можете получить в центре мой бизнес. – Спасибо вам большое. – Спасибо вам. – Я напомню, что сегодня нашим собеседником был министр экономического развития и имущественных отношений Чувашской республики Дмитрий Иванович Краснов. Спасибо за внимание, всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова